всем привет наши дорогие любители крыма и путешествий многие из вас уже знают что в этом году крым посетила туристов больше чем в прошлом году и некоторые отдыхающие приехали в крым на своем личном автотранспорте эти люди ехали по дорогам россии кто-то из них ехал через крымский мозг кто-то ехал через новые территории и люди которые приезжают с материковой части россии в крым они могут сравнить какие дороги у них в регионах какие дороги в тех регионах через которые они ехали в крым и какие дороги в крыму и сегодня мы поговорим об очень важных вещах и важных фактах о том какие дороги в крыму какие цены на топливо и также вы узнаете от меня еще много полезного и интересного если вы приезжаете в крым на своем личном автотранспорте ну давайте начнем видео что же меня сподвигло снять для вас такое видео я езжу по своим делам камера настроена на дорогу а вы искушаете мой разговор мои мысли возможно эти мысли покажут вам неправильными и мои выводы также вы можете мне об этом написать в комментариях совсем недавно я читал чат крымский мост и вот там один молодой человек написал что в россии дороги шикарные на материковой части россии имеется ввиду ну а в крыму все дороги кроме тавриды отстой и они убиты и ужасные я очень редко пишу в этом чате в основном я читаю отчеты о прохождении крымского моста смотрю какие пробки перед крымским мостом потому что периодически приходится выезжать на материковую часть россии именно через крымский мост я не поленился и написал этого молодого человеку что это бред ведь в крыму дороги делаются делаются старые дороги строятся новые дороги и трасса таврида это конечно прекрасная автомагистраль которая упростила передвижение по крымскому полуострову как для нас крымчан так и для людей которые приезжают в крым на своем личном автотранспорте но в данный момент построена еще одна прекрасная автомобильная дорога трасса симферополь евпатория мирный движение по ней пока еще не запущено идет госприемка объекта и в скором будущем эту трассу откроют буквально через неделю-две я хочу проехаться по этой автомобильной дороге и показать вам еще одну новую шикарную трассу которая упростит движение по крымскому полуострову для всех кто передвигается по крыму на автомобилях пожалуйста напишите свой комментарий те кто уже попал в крыму на солнечном автотранспорте кто прокатился по крымским дорогам как вам крымские дороги но вернемся к тому что строится новые автомобильные дороги осенью и зимой прошлого года я очень часто выезжал на север и в степную часть крымского полуострова так там я видел что ребята дороги которые второстепенные дороги раньше это были просто грунтовые дороги сейчас идеальное асфальтное покрытие в данный момент мы с вами передвигаемся по объездной автодороге города симферополя столицы крыма конечно это автодорога построена очень и очень давно и правый ряд продавлен большие грузами поэтому люди стараются двигаться в левом ряду я специально еду по крайне правом ряду чтобы увидели немножко тряску в этом ряду теперь же мы меняем ряд смотрим насколько здесь помнеет движение автомобиля да эта дорога построена давно ее периодически латают делают но нет возможности сделать одновременно все автомобильные дороги крыма провести везде масштабный капитальный ремонт да с этим я согласен есть также дороги которые находятся бумаги в не очень хорошем состоянии это трасса симферополь джанкой ремонт который предусмотрено начать уже в этом году концу года трассу симферополь армянск симферополь красноперекопск уже ремонтируют и ремонтируют правда так кусками но большими кусками и там где произведен ремонт покрытие достаточно ровное и прекрасное что еще хочется вам сказать насчет автомобильных дорог сегодня мы проедемся по объездной автодороги вот на которой в данный момент мы находимся также проедемся по дорогам столицы крыма города симферополя вы сами сможете оценить и качество дорожного покрытия в тех местах где мы будем конечно проезжать и снимать видео ну и немножко позже поговорим про крымский ази с и цены на ази с в данный момент идет ремонт участка автомобильной дороги симферополь ялта участок между алушта и ялтой и движение там затруднено там возникают пробки поэтому если вы будете совершать движение в том направлении пожалуйста как-то планируйте свою поездку планируйте время поездки чтобы успеть ввести вовремя некоторым отдыхающим которые собираются ехать в бурзуф форос семис я рекомендую по трассе таврида выходить на севастополь из севастополя непосредственно ехать в эти поселки городского типа по километражу немножко дальше но по времени выходит то на то а может быть и выйдет даже быстрее если на участке водолушке до ялты будут сильные пробки по топливу ребят я не думаю что вы потратите больше топлива двигаясь по такому маршруту потому что трасса в основном ровная вы двигаетесь с одной скоростью не стоите в пробках не тыркаетесь и в данный момент мы заезжаем на путепровод над николаевской автодорогой автодорогой из симферополя в поселок городского типа николаевку неоднократно я снимал как идут работы обсуждал качество работ что хочется сказать мне не нравится работы здесь произведены выйти на стыках автомобиль прыгать при заезде на мост такая яма ложбина и что самое интересное работы должны были быть закончены сначала концу 2022 года потом по каким-то причинам немножко тянули срок потом же срок сдачи перенесли на декабрь 2023 года но в данный момент у нас уже ребята 17 августа 2024 года и некоторые работы на этом путепроводе еще идут то есть полностью развязка не закончена также хочется сказать что здесь планировалась развязка виде клевера решили сделать обычный путепровод посчитали что этого достаточно и мы уже вместе с вами совершаем движение по автомобильной дороге тут ки левотки эту авто дорогу стали достаточно давно но качество покрытия здесь сразу вызывало огромные нарекания потому что работа не были выполнены в срок дорога изначально пошла немножко волнами именно в этом месте вот немножко дальше буквально какие-то 50-70 метров дорога тут ки левотки соединяется с трассой тавриной вот это новое покрытие оно как новое оно уложено именно тогда когда заканчивали строительство трассы таврида и здесь покрытие уже совсем другое это слышно даже под шуму колес сейчас мы выезжаем и смотрите вот у нас с левой стороны под путепроводом уже идет трасса таврида где соединяются вот эти автодороги трасса таврида и трасса тут ки левотки прошу учесть то что на дорогах крыма ограничение 90 километров в час вилка в 20 километров конечно действует но на автомобильных дорогах крыма очень много камер фиксации превышения скоростного режима и также камера эти настроены на пристегнутый ремень безопасности соблюдайте скоростной режим не превышайте скорость берегите себя пристегивайте как себя так и детей потому что это ваша жизнь и ваш кошелек конечно теперь поговорим о заправках когда мы выезжаем на материк мы выехав из крыма прощаемся с нашими заправочными комплексами с нашими шикарными заправочными комплексами такие заправочные комплексы можно встретить наверное в питере и в москве и также московской области все кто приезжал в крым на субличном автомобиле они видели эти заправочные комплексы и я даже встречал такое что когда мы приезжали для того чтобы заправиться или испить кофейку заходили здание заправочного комплекса многие отдыхающие ходили с телефонами снимали как все это красиво выглядит и многие конечно были в шоке что в крыму вот такие вот прекрасные заправочные комплексы эти заправочные комплексы оборудованы всем необходим оборудованы кафе детскими площадками местами для отдыха местами для курения и в данный момент мы уже подъезжаем к одному из заправочных комплексов фирмы т.с. 95 бензина на т.с. если мне не изменяет память 65 50 сейчас мы подъедем ближе и я вам зачитаю все цены на топливо на автозаправках т.с. 100 бензин ребята на данный момент 85 50 95 new power 68 90 95 обычный обычный 65 90 92 56 90 дизелька new power 70 90 обычный дизель 68 90 газ 35 90 ну ребята вот так выглядит заправочный комплекс фирмы т.с. значит вот газ заправка газом вот несколько постов для заправки бензином значит заходим прямо ну вот если прямо то заходим как раз там есть market с есть шеф-кафе т.с. возле заправочных комплексов есть ведра с водой швабры что протереть фары лобовые стекла кафе автофуд зона отдыха места для курения также парковка для большегрузов специально заходить заправочный комплекс я не буду потому что мне нужно снять камеру со штатива на лобовом стекле нас есть автомойка самообслуживание есть шинный центр есть ребята вот она есть детская площадочка то есть как вы видите полностью оборудованный заправочный комплекс не просто какая-то автомобильная заправка заправочный комплекс поверьте мне на слово внутри очень и очень красиво и очень современно вот специальные места для курения специально отведенные места так что цены на топливо вы услышали про заправочные комплексы вы услышали но почему и завел разговор про наши заправочные комплексы в крыму потому что ну многие пишут что в кроме у нас топливо отвратительного качества заправки gamino нет вы только что увидели не просто автомобильную заправку а целый огромный заправочный комплекс и таких заправочных комплексов очень и очень много в крыму топливо в крыму по моему мнению вот честное мнение выскажу Качество немножко похуже, чем на материковой части России Но не отвратительное качество, могу вам сказать так Рекомендую заправляться на основных заправках полуострова Атан, ТЭС и Формула Это основные агрегаторы на топливном рынке Крыма Цены где-то выше, где-то немножко ниже Но буквально на какие-то копеечки, ребята На материковой части России И когда мы ездим в свои путешествия на Кавказ Очень редко встречаются вот такие вот Современные заправочные комплексы В основном это заправки обычные Даже если брать Роснефть и Лукойл Ребята, заправочные комплексы Лукойла Кое-где есть похожие на наши крымские Да, возможно кто-то после моего разговора о заправках Крыма Напишет негативный комментарий Что я еще не видел заправок красивых Но, ребята, действительно согласитесь В Крыму заправочные комплексы шикарные Не везде, если ехать вглубь Кавказа Это от Крымского моста направо Есть внутри заправочных комплексов даже туалеты И вот самый интересный факт, который я вам забыл сказать Что когда туристы, которые приезжают в Крым на съемничном автомобиле Я как-то слышал на заправочном комплексе АТАН Сходили в туалет Потому что в дороге это необходимо выходит И друг с другом делятся своими эмоциями У них в туалете так приятно, вкусно пахнет У них в туалете играет музыка Ну, для нас, крымчан, конечно, это обыденное явление Трасса Дубки-Леводки закончилась И мы вместе с вами сейчас уезжаем на автомобильную дорогу Уже не Тавриду, а автомобильную дорогу Которая ведет, ребята, в город Симферополь В столицу Крыма Я на время выключусь, сделаю паузу А когда мы уже заедем в столицу Крыма Я опять включусь Будем вместе с вами кататься по дорогам в столице Крыма Все буду показывать, рассказывать Вы же все это будете смотреть Итак, мы уже въезжаем в Симферополь И будем кататься по улицам в столице Крыма Будем оценивать качество дорожного покрытия на дорогах Симферополя Встречает нас с левой стороны заправочный комплекс ТЭС Чуть дальше заправочный комплекс АТАН АТАН расположен в зеркальной, как с правой, так и с левой стороны автодороги Здесь, пригород, ребята, находится автостанция западная Автобусы с этой автостанции идут в Бахчисарай Различные поселки Бахчисарайского района Ну, такая вот второстепенная автостанция Ну, вот видите, заправочные комплексы фирмы АТАН С правой и с левой стороны Это небольшие заправочные комплексы Потому что они находятся непосредственно в черте города И как-то все-таки с землей в черте города Немножко напряг с землеотводом Поэтому не строят в городе огромные заправочные комплексы Что хочется сказать еще насчет красивых заправочных комплексов Возможно, я своими словами обидел жителей Краснодара Да, в Краснодаре шикарные заправочные комплексы Также шикарные заправочные комплексы есть в Кабардино-Балкаре Строится новая сеть автозаправок Там тоже прекрасно все Ну, мы вместе с вами в данный момент движемся по улице Севастопольская Как я сказал, въехали в город Вот с левой стороны как раз находится автостанция Здесь дорожное покрытие старое Давно не подновлялось Но оно вполне нормально в состоянии Местами некоторые ямы, которые появляются здесь, латают Но, ребят, претензий к дорожному покрытию здесь на улице Севастопольская у меня в принципе нет Светофор не работает И поэтому возникает небольшая пробочка, чтобы пропустить пешеходов Отсюда еще ходят автобусы в курортный поселок Песчаная То есть люди могут отсюда уехать к морю Вот я увидел просто Почему-то сегодня на Севастопольской светофоры Вот я проехал только что, три светофора, они не работают Дальше светофоры, конечно же, работают Ну, как-то вот так вот местами это все произошло Субботний день, движение в городе достаточно оживленное Машин много Кто-то приезжает в город из пригорода на своем личном автотранспорте Чтобы прогуляться по магазинам, сделать какие-то покупки Съездить на продуктовые рынки Ну и также жители Симферополя У кого есть какие-то дела сегодня в городе Никто не уехал к морю, чтобы покупаться, вдоволь Накупаться, а температура морской воды у берегов Крыма В данный момент 26 градусов Азовское море прогрелось вообще, ребят, до сумасшедшей температуры 29 градусов, но эта вода уже просто не остужает Вот и все люди на автомобилях в данный момент в городе Севастопольская, это одна из центральных улиц города Одна из основных артерий, будем говорить Как я вам сказал, дорожное покрытие здесь местами латанное Вы сами видите, но претензий нет То есть большими кусками делали переукладку дорожного полотна Вы сами видите, как выглядит город Симферополь Конечно, это не центр города Симферополь достаточно зеленый город Очень много различных парков, скверов Много общественных территорий, где много зелени, много деревьев И там приятно дышать, ведь люди хотят просто выйти рядом со своим домом Посидеть в небольшом скверике, на лавочке Делается благоустройство различных общественных территорий В основной массе деревья не вырубаются Стараются не вырубать деревья Ну вот мы едем, и смотрите, по правой стороне у нас Небольшая общественная территория, где много зелени Различные аллейки, лавочки То есть всегда вот такой вот зеленый оазис И чуть впереди у нас находится один из скверов города Симферополя Народ очень активно и ревностно относится к различным реконструкциям Потому что если в ходе реконструкции начинается бесконтрольная вырубка зеленых насаждений То народ звонит во все колокола, пишет письма в различные инстанции И пытается сделать все, чтобы зеленые насаждения легкие нашего города Не подвергались его вырубке бесконтрольной И вот ненужные вырубки Конечно, старые больные деревья нужно вырубать Ну а деревья, которые здоровые Ведь это легкие города, как я говорил Чем меньше будет деревьев, тем тяжелее будет дышаться в городе Ну смотрите, вот самокатчик То, о чем сейчас везде пишут Красный свет на самокате между машинами Ну, ребят, вот таких нужно карать А потом чуть что, значит, они плачут Ай-яй-яй, на меня наехали, меня задавили Ай-яй-яй, пускай мне выплатят компенсацию Ну, происходит вот так, видите Один светофор красный проехал, второй светофор То есть, ну, он считает, что он бессмертный, наверное Пишите свои комментарии, все, кто видел этот кусочек видео Да, на дорогах, конечно, происходит всякое И находясь за рулем автомобиля Ребята, будьте внимательны, смотрите по зеркалам Потому что может ехать вот такой самокатчик Вы совершите маневр по урод вправо-влево И просто задавите его Потому что не видели Хорошо, если не насмерть Если насмерть, это будет, конечно же, похуже Ну, это такое маленькое ответвление отхождения Значит, мы все еще продолжаем движение по улице Севастопольская Подъезжаем уже непосредственно к центру города Здесь автомобилей, конечно же, меньше, чем на въезде в город Люди как-то рассосались, разъехались по разным местам По торговым центрам, по каким-то рынкам Буквально на следующем перекрестке находится С левой стороны центральный рынок города Симферополя Один из старейших рынков Одно время там, конечно, были ряды просто Где продавали различную одежду Ну, шмотки, будем говорить так То есть различные предприниматели в 90-е Просто заполонили этот рынок Ну, а сейчас рынок возрождается Возрождаются и продуктовые ряды, конечно, есть И ряды вещевые Но не об этом, ребят Давайте немножко поговорим о прохождении Крымского моста Значит, в одном из видео я говорю Когда лучше проходить Крымский мост Если у вас будет получаться То лучше всего это делать, конечно, в будний день Рано утром Машин намного меньше В выходной день, вот, допустим, пятница Если на выезд из Крыма В пятницу с обеда На выезд из Крыма собирается очень много машин Потому что некоторые люди едут со своего отдыха И они хотят выехать в пятницу Утром, чтобы приехать домой Уже на выходные Особенно те, кому в понедельник на работу нужно Ну и, соответственно, возникают небольшие пробки Также жители Крыма Они выдвигаются в сторону Крымского моста Потому что кто-то хочет прокатиться по материковой части России У кого-то отпуск Кто-то едет на материк И, как правило, люди выезжают в пятницу И вот после обеда Именно после обеда Со стороны Керчи На Крымский мост возникают пробки Допустим, 16 августа Уже на 15 на 0 Из Крыма на выезд было 700-800 машин Также учтите, что Крымский мост Могут временно закрывать Когда идет угроза атаки Когда звучит воздушная тревога Закрытия могут длиться От получаса До 3,5-4 часов И, конечно, если идет длительное закрытие Крымского моста Перед Крымским мостом Собирается достаточно много автомобилей На 16 августа Это вчерашний день Утром, в 8 утра Перед Крымским мостом Со стороны Тамани стояло 2000 автомобилей Время ожидания составляло 5 часов Люди, я вот листал чат Нервничали Особенно нервничали из-за того, что Движение на досмотровые пункты Крымского моста Идет по левому ряду Ну, а некоторые, кто очень сильно торопится И очень наглые автолюбители По правому ряду Совершали движение И потом вклинивались в левый ряд Ну, а теперь, ребята, мы вместе с вами Проедемся по Старому городу Столице Крыма По микрорайону Старый Город Вы посмотрите, какие дороги сделали там В данный момент мы будем пересекать улицу Пролетарская Капитальный ремонт на этой дороге Сделан был совсем недавно Полотно дорожное вскрывалось Происходила переукладка коммуникаций И дорога сейчас в отличном состоянии Ну, в старом городе, конечно, не все дороги отремонтированы Вот они немножко латаны, перелатаны Ну, опять же, ребята Это я говорю не о трассах автомобильных по Крыму Это я показываю дороги по городу Повторю, что как только откроется движение Рабочее движение по трассе Симферополя и Фатуре Мирной Мы вместе с вами обязательно прокатимся Я обязательно сделаю видео про эту автомобильную дорогу Прокатимся от самого начала до самого окончания этой автомобильной дороги Ну, пока мы катаемся по старому городу Продолжим разговор про прохождение Крымского моста Когда он будет двигаться по автомобильным дорогам старого города Смотрите внимательно, любуйтесь Потому что здесь достаточно колоритненько Значит, про Крымский мост продолжим Ребята, не нервничайте Когда вы выдвигаетесь в сторону Крыма через Крымский мост Конечно же, запасайтесь водичкой Берите какие-то термосунки, чтобы эта вода была охлажденная Потому что перед досмотровыми пунктами Есть раздача питьевой воды Но вы сами поймите, что нет возможности установить холодильники И вода, это как правило, на такой же время нагревается И становится горячее Питье невозможно Также, если у вас нет воды И вы берете эту бесплатную воду Ребята, ну, огромная просьба Не набирайте от жадности По 10 бутылок, как делают некоторые Во-первых, она горячая Во-вторых, куда вам столько? Вы столько просто не выпьете Не жадничайте Ведь если вы наберете очень много воды Просто-напросто кому-то потом не хватит Улица Чехова Это знаменитая улица старого города На которой в свое время находился так называемый пьяный угол Пьянчик Некоторые знают про пьяный угол Из моих видео Когда-то я хотел, снимал этот район столицы Крыма Все подробно рассказывал Все подробно показывал Значит, да, вот он, как раз этот перекресток Это пьяный угол Какое-то здесь движение Разруливают Ну, мы вместе с вами сейчас подождем и проедем Значит, мы проехались по одной золе старого города Когда вы видели, что покрытие там дорожного полотна ужасное Но, ребята, здесь, в принципе, дорожное покрытие более-менее подновленное Сергей Вацинского, который сейчас будет уходить налево Здесь вообще дорогу просто отремонтировали Накатали новый асфальт С левой стороны у нас старая синагога Не знаю, действующая она или нет Я тоже когда-то делал видео, снимал Ну, вы сами видите, какой колорит, ребята Колорит вот этого района города Да, это очень старый район Люди здесь живут Люди, кто-то выживает Кто-то просто нормально живет И развивается Ухаживает за своими домами Отстраивает их Делает новые пристроечки Культурные люди Вот он мог давно проехать передо мной В принципе, ничего не мешало его проезду Но человек решил дождаться и пропустить меня Ставим лайк этому водителю Обязательно ставим лайк Теперь хочу вам, ребята, сказать Что все столкнулись с тем, что YouTube блокирует И могу сказать так Нам, блогерам России Которые снимают в России Уже наши платежные аккаунты В Google Закрылись, заблокировали То есть теперь на наших видео Значок монетизации не ставится И поэтому, ну, ребят Не будет у нас у российских блогеров В том числе и конских блогеров Никакой монетизации То есть не будем мы зарабатывать денежку И так и раньше В принципе, не сильно-то и зарабатывали Но теперь не будем ее зарабатывать вообще Это так вот Отступление лирическое Но чтобы смотреть наше видео Которое мы все равно будем делать И выкладывать на YouTube Пожалуйста, закачивайте себе ВПНК И совсем недавно Когда пошла Волна отключения Платежных аккаунтов У российских блогеров Один зритель написал Да, в принципе, каждый подписчик Любого канала По рублю Любимому блогеру Кинет И все И вот она Монетизация Ребят, я вас не прошу О какой-то финансовой помощи Дело это сугубо добровольное Я прекрасно понимаю Что в данный момент Так как Повышаются цены на все Повышаются цены на топливо Которые за собой тянут Повышение цен на продукты Ведь с сентября уже Будет дорожать Вся молочка На 20 или там На 10 процентов Но все равно Даже на 10 процентов Это значительное подорожание И денег у людей Катастрофически не хватает Ведь коммунальные услуги Тоже, конечно же Летят вверх Многие россияне В данный момент Испытывают Такое тяжелое Финансовое положение Конечно же И Опять же повторюсь Все Финансовые Пожертвования Вся финансовая помощь Это сугубо Добровольное дело Не буду на этом Настаивать Я и раньше на этом Никогда Не настаивал С пролетарской Свернули В центр города И движемся В сторону Площади Советской Она буквально Рядышком Центр города Конечно Выглядит хорошо В данный момент Реконструкция Екатерининского сада Я как-то снимал Недавно Когда Был Начат второй Или третий Этап Реконструкции Этого места Но После полной Реконструкции Конечно же Обещаю вам Что Мы обязательно Сюда Вернемся И Отснимем Все детально Как все это Выглядит Красиво Некрасиво Хорошо Нехорошо Продолжаем Движение По улицам Столицы Крыма И Немножко Позже Я вам покажу Еще одно Интересное Место Ну смотрите Яркое солнце Как красиво Сверкают Копола Храма Александра Невского Собора Александра Невского Этот собор Был построен Ну Годы постройки Я указывать Не буду Но построен По историческим Эскизам По историческим Эскизам И историческим Как это называется Блин Проектом Проектом На том же месте Где когда-то И стоял Этот собор Потому что Первый собор Который здесь Находился Он был Разрушен Я так Немножко Замолчал Потому что Светофор Небольшая Пробочка И думал О чем же Вам рассказать Значит Продолжаем Движение По улице Александра Невского Она же Бывшая Роза Люксембург Когда-то Здесь был Произведен Капитальный Ремонт С переукладкой Коммуникаций Под Дорожной Частью Но ремонт Был сделан Из рук Он плохо Дорога Шла Волнами И даже Вот сейчас Уже Кое-где Попроседало То есть Не всегда Качество Работ На Высшем Уровне Бунгарь Даже не на Высшем А на Нормальном Уровне Ну Опять же Так делают Небольшие Фирмы Строительные Дорожные Фирмы Дороги В городах А к Трассам К автомобильным Трассам Которые Связывают Города Крыма По которым Ездят Туристы Они делаются Конечно Очень хорошо К ним Больше Требований Предъявляется Хотя Даже могу Сказать Что на Трассе Таврида Многие Столкнулись С тем Что Правый Ряд Уже Немножко Немножко Пошел Волнами И Продавлен Большегрузами Но Это Не мое Недовольство Ребята Я очень Доволен Тем Что Сделана Трасса Таврида Ну Также Хочу Рассказать Вам Про Еще Одну Автодорогу Это Старая Автодорога Симферополь Феодосия Идет Она По Красивейшим Местам Через Перевалы Да Это Двухполосная Автодорога Она Не Широкая То Есть Одна Полоса В одну Сторону Другая В другую Но Места Там Красивейшие То Едешь Любуешься Этой Красотой И Сейчас Эта Автомобильная Дорога Не так Сильно Загружена Если У кого То Будет Желание По ней Прокатиться Конечно Ж Я Рекомендую То Есть Да Камер Там Тоже Хватает Но Вы Едете Влюбуйтесь Красотой Крыма Попасть На эту Автомобильную Дорогу Можно Или Заехав С Трасс Таврида В Феодосию И Через На эту Автомобильную Дорогу Или Если Вы Совершаете Движение По Трассе Таврида Из Симферополя Доезжаете До Белогорска С Таврида Уходите Направо В Город Белогорск И Совершаете Движение По Этой Красивейшей Автомобильной Дороге Ремонт На ней Дорожного Поводна Был Произведен Дорога В Очень Хорошем Качестве Про Какие Автомобильные Дороги Хочется Рассказать А Вот Я В самом Начале Видео Забыл Вам Рассказать Про Автомобильную Дорогу Вот Горит Плохие Дороги Автомобильная Дорога От Феодосии В Сторону Джанкоя Ребята Шикарное Ровное Дорожное Полотно Просто Приятно Ездить Там Мы Ездили Не Один Раз И Дорога Как Стрела Ровненькая Кое-где Появляются Повороты Потому Что Местами Она Проходит Вдоль Северокрымского Канала Но Ребят Движение Там Просто Великолепное Доехали До Железнодорожного Вокзала Города Симферополя Здесь Всегда Движение Транспорта Очень Сильное Переедем Через Мост Над ЖД Путями И Потом Я вам Покажу Еще Один Интересный Мост Который Называется Горбатый Мост К этому Вернемся Немножко Позже Еще Одно Интересное Место В городе Это Район Украинка Ребята Этот Район Находится Украинка Он Называется Потому Что Здесь Находится Улица Леси Украинки Насколько Я помню Еще Эта Улица Не Переименована Этот Район Находится За Железнодорожным Вокзалом С другой Стороны Железнодорожного Вокзала Некоторые Автомобильные Дороги Здесь Сделали Именно Улицу Леси Украинка Она Сделана По ней Мы Сегодня Ездить Не Будем Я Обещал Что Мы Проедемся По Горбатому По мосту Человек Вот Этот И Там Медливо Тормозил И Здесь Медлит Тормозит Но Это Ужас Ребята И Понимаю Что Очень Осторожно Осторожничает Немножко Нужно Как-то Соображать Когда Можно Проехать Когда Нельзя Смотрите Он Даже Сейчас Едет Очень И Очень Медленно Так Общение Что Только Вчера Получил Автомобильные Права Возможно Так И Есть Давайте Обгоним Этот Chevrolet Этого Очень Аккуратного Осторожно Молодого Человека И Проедемся По Этому Району Дороги Здесь Раньше Были Очень И Очень Убитые Здесь Была Яма На Яме Ездить Невозможно То есть Передвигаться Вот В этом Месте Можно Было Только Со Скоростью Какие-то 20 Максимум 30 Км В Час Сейчас Здесь Вполне Можно Комфортно Ехать Со Скоростью 60 Км В Час Ребят В Принципе Неплохо Здесь Небольшой Бугарок Здесь В этом Месте Закатали Старые ЖД Пути Которые Уже Не Используются Они Просто Ненужные Какие-то Второстепенные Это Такой Район Где Находятся Различные Базы Продуктовые Базы Строиматериалов Бонг Не промышленно А складской район Также Различные Автосервисы И все Значит И мы Подъезжаем Уже К въезду На Горбатый Мост Знак Когда Начнется Реконструкция Начало Работ 15 02 2024 Года Но Работы Начаны Еще Не Покрытие На Карпатом Мосту Я говорю Немножко Громче Ребят Конечно До сих Брусчатка Ну Давайте Немножко Полюбуемся А потом Я вам Дам Всю детальную Информацию Про Это Место Передвигаемся Во многих Ваших Городах Еще Осталось Покрытие Брусчатка На Автомобильной Дороге Или Нет Пишите Вопрос Реконструкции Горбатого Моста Был Очень Сложный Потому Что Честно Говоря Вроде Мосты И путепроводы Должны Ремонтировать Городские Власти И федеральные Власти Но Этот Мост Находится Путепровод Точнее Над Железнодорожной Веткой И Так Как Все Отрезки Автомобильных Дорог И путепроводов Которые Находятся На ЖД Трассе Принадлежат Железнодорожной Дороге Точнее Ведение ЖД Дорог Управление Железнодорожным Будем Говорить Так До Согласования Конечно Было Очень И Очень Такое Жесткое Очень Долго Согласовали Кто Будет Заниматься Этим Делом Кто Будет Это Драссировать Проедемся Немножко Возле ЖД Вокзала Развернемся И еще Раз Сделаем Кружочек По Горбатому Мосту Вот Смотрите Вот Такие Улочки Я Сомневаюсь Что Кто Вам Когда То Показывал Эти Улочки Находятся Как Раз Возле ЖД Дорожного Вокзала Вот Такой Одноэтажный Частный Сектор Местами На улице Кондукторской Появится Новое Асфальтированное Дорожное Полотно Возможно Потому что Некоторые Улицы Рядом Уже Место Вот этой Вот Грунтовки Уже Лежит Лежит Новый Асфальт Интересно Вам Смотреть Такие Улочки Переулочки Или Нет Пишите Опять же Комментарии Да Смотрите Вот Такие Пристроечки Маленькие Сделали Запаркованные Автомобили Некоторые Дома Ухоженные Покрашенные Подбелены А некоторые Дома Жители Бросили Ни Ну а рядом У нас Конечно Уже Пяти И Девятиэтажные Дома Мы Вместе С вами В данный момент Повернем Направо Еще раз Прокатимся По Горбатого Мосту Вы Еще раз Посмотрите Но Уже Без Моих Комментариев Конечно Проедемся По Горбатого Мосту Видео Конечно Получилось Длинное Возможно Кто-то Из вас Досмотрел До конца Возможно Кому-то Не очень Приятно Слушать Мою Болтовню Мои Мысли Мои Володы Кто-то Уже Написал Свой Комментарий Кто-то Непсал Нормальный Комментарий Кто-то Нелестный Комментарий Кто-то Поправил Меня Если Я В чем-то Конечно Не прав Ребят Я читаю Все Комментарии На Многие Отвечаю На Все Конечно Я не Отвечаю Но Отвечаю На Многие Пожалуйста Напишите В своих Комментариях Кто-то Смотрел До Этого Места На Кую Тему Вы Хотите Чтобы Я Снял Видео По Мере Силу Возможности Я Постараюсь Это Сделать Что Я Прислушиваюсь К Вашим Желанием Ребята Мы Вас Не Бросаем Мы Продолжаем Снимать На Сем Не Смею Вас Задерживать И Вынужден С Вами Проститься Всем Пока И До Встречи В Продолжение следует Продолжение следует